Произведение конкурсанта «Фантазия» Иван Бессонов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое, господин Барвинский. Дело в том, что брат, младший брат Ивана, он выступал здесь же на щелкунчике, но в другой специальности, в струнных инструментах, также во втором туре играл собственное сочинение. Как вам то, что Иван представил нам свое сочинение? Отдельная смелость же ведь, нет? Да, я очень люблю. И благодарю, это было очень разнообразным программом. Честно говоря, это действительно смело. И в своей фантазии она была романтичная, сентиментальная. Мне понравилось. Екатерина. Спасибо, с удовольствием. Вы знаете, мне очень нравится артистический темперамент Ивана. Просто очень. Мне нравится, как он слушает себя. Это объяснимо совершенно, поскольку он композитор. И даже мне вспоминался молодой Прокофьев. Ну, не вспоминался, а представлялся скорее молодой Прокофьев, который ходил также в Санкт-Петербурге в консерваторию. И, наверное, Ивану тоже в свое время предстоит из своих педагогов по композиции услышать то же, что и Сергей Сергеевич слышал. Что-то гармония у тебя простовато. В какой-то момент мама с папой смотрели телевизор, а я тут просто рядом подсел к ним, смотрю. Что это такое? Это челкунчик, который орешки грызет. Да, который орешки грызет. Ну, решил поучаствовать. А тут средний брат еще Данила. А я тоже хочу, я тоже хочу. Дайте мне поучаствовать. Ну, решили, я ему саккомпанирую. Вот так вот. Так что у меня теперь вместо трех туров пять туров. И еще я должна признаться, что не только те, которые сегодня здесь стоят на сцене, потрясающие ребята, во время состязаний мы видели действительно уникальные дарования, которым тоже нужно немножко помочь. И фонд «Музыкальный Олимп» выделил мальчика-скрипача Даниила Бессонова. И поэтому второй приз мы отдаем ему. Его сейчас, наверное, в зале нет, но он, я надеюсь, смотрит нас по телевизору. Спасибо. Аплодисменты